Девушки отдыхают Ольга Коновалова, Елена Титова и Мария Могильная Напомню, что финал состоится 26 августа И у нас сегодня в гостях Елена Титова Лен, доброе утро Доброе утро Как вообще настроение? Настроение отличное И как бы пока что все хорошо Бодрячком Голос бодрый Скажи, пожалуйста, ты часто на телевизоре появляешься сейчас? Сейчас Ну, пытаемся как-то Почаще Но в основном Ну, вот в 2014 году Ты принимала участие Тоже в отборочном конкурсе Петен для Евровидения Если сравнить 2014 год И 2016 год Что для тебя это значит? Как-то увереннее стало? Да Хорошо Итак, давайте сейчас немножечко Узнаем о Лене То есть вот всю ее, так скажем, творческую историю Тина Да С учетом того, что, Лена, у нас призовые места получаются У нас уже две финалистки были Третья И вот такой вот опрос Скажи, пожалуйста, с какого возраста ты занимаешься вокалом? Я занимаюсь вокалом с шести лет С шести лет Сейчас тебе двенадцать То есть шесть лет А теперь тянем внимание Вот как за шесть лет можно было стать лауреатом республиканских международных конкурсов Обладателем специального диплома лучший исполнитель эстрадной песни от Республики Беларусь На международном фестивале «Славянский базар-2015» Было такое? Да Было Стипендиатом специального фонда президента Республики Беларусь Полуфиналистка детской новой волны Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый год Как ты это все спеваешь? Ну, как-то сама Как-то сама происходит Расскажи, вот как получается совмещать, допустим, школу и свое влечение вокалом? Пока что все как бы идет хорошо И так как я занимаюсь в музыкальном колледже, то есть там идет музыкальное образование То мне это не заставляет никаких как бы трудностей И это наоборот только помогает А вот Тина говорит, как ты успеваешь и там, и там Это вот пение для тебя это хобби, увлечение, либо это твоя профессия? Пока это идет как увлечение, но в дальнейшем я хочу как-то с этим связать жизнь То есть, хорошо То есть, профессионально ты уже готов выбрать карьеру певицы? Да А мы вот сейчас рассказали о твоих участиях в различных республиканских и международных конкурсах А вот скажи, пожалуйста, для тебя самая значимая победа за эти шесть лет твоего творчества? Я думаю, пока что она еще впереди Вот так вот Это, между прочим, вот 12 лет, правильно тебе? А это слова уже мудрого человека, хочу я вам сказать, друзья И буквально, возможно, пройдет совсем немного времени, как мы уже Елену... Будем отправлять на взрослые Евровидения? Конечно А может быть, уже даже и поздравлять с победой Ну, это то, чтобы, как говорится, не зразить Хорошо, я вот видела Лену буквально за несколько секунд до эфира, она сидела такая выдержанная Скажи, пожалуйста, вот волнуешься? Только честно, вот сейчас прям волнуешься? Да Есть немножко Что тебе помогает справиться с волнением, когда на сцену выходишь? Это поддержка, в первую очередь, одных Это поддержка преподавателя Ну и мысли о том, что я сделаю сейчас что-то, то, что мне нравится И сейчас я буду петь Вот То есть ты, когда поешь, ты... Ну, это твой мир, и ты, соответственно, начинаешь жить Ну, а мы тебя обязательно попросим спеть твою вот финальную песню Ну, а сейчас вот хотелось бы узнать Вот ты выходишь на сцену Кому ты посвящаешь свои выступления? Это, опять же, родные, преподаватель Ну и данную песню, например, которую я буду исполнять в финале Я посвящаю тем, кто думает, что все, что происходит, это плохо Какие-то, может быть, мысли об этом есть То есть моя песня ведет о том, что все, что в жизни происходит, это какое-то испытание Которое каждый должен пройти, и оно всегда ведет с собой что-то хорошее Заинтриговал То есть это не просто детская песня, это, оказывается, песня со смыслом Но обязательно, ты обещала, обязательно Ты ее нам исполнишь сегодня не только для нас, но и для всех наших телезрителей А теперь хотелось бы вот узнать Вот у тебя есть мечта? И какая она? Мечта есть Можешь рассказать? Да Рассказывай Моя мечта вообще выступить на какой-нибудь очень большой сцене Чтобы меня увидело вообще много-много людей И я считаю, пока это такая детская мечта Хорошо, а вот дуэтом с кем бы ты хотела исполнить? Думаю, с Елкой или Саевой Ну, Саевой проще Саевой, хотя, с другой стороны, мне кажется, что после того, как Лена выиграет Евровидение Там уже и с Елкой можно, можно уже с кем угодно Так, вот, коль мы заговорили о дуэтах творческих твоих, возможно, в твоем будущем это все случится Расскажи нам, пожалуйста, о своих кумирах, о своих, так сказать, поп-идолах, может быть, об иконах творчества Это, опять же, Айова Это, опять же, Ёлка Люблю время и стекло Кристина Гилера Тоже, Селин Дион А что-нибудь из творчества от перечисленных артистов Можешь так напеть? Ну, да Хорошо, значит, настраивайся, пожалуйста, на вокал Кстати, твой школьный любимый предмет какой? Это белорусский язык, география и английский язык Оценки? 9-10 примерно Поздравляем, молодец Так, сейчас мы хотим вам предложить посмотреть сюжет вместе с Еленой Титовой Сюжет рассказывает о музыкальном эксперименте, который недавно прошел в областном центре в одной из библиотек Называется он «Квартирник в библиотеке имени Карла Маркса» Ты там, кстати, не была? Тогда вот есть отличная возможность посмотреть за всем этим Центральная городская библиотека Могилева на один вечер превратилась в концертный зал Или, как принято сейчас говорить, арт-пространство В Могилево в рамках проекта «Квартирник у Карла Маркса» приехала нижегородская группа «Полтора землекопа» Немного грусти, аллюзии на российскую поэтессу Веру Полоскову Женские стихи из Нижнего Новгорода, сдобренные живым звуком Это и есть дуэт с мультяшным названием «Полтора землекопа» Марина и Ирина в некотором смысле музыкальные авантюристки Проехали тысячу километров ради «Квартирника» у Карла Маркса Большой музыкант А каждый себя считает большим музыкантом Не хочет больших сцен и больших городов? Ну, конечно же, хочет Да Но чтобы туда попасть, нужно дорасти Поэтому мы растем, мы совершенствуемся И все, кто достиг какой-то красоты в музыке, он прошел весь этот путь Мы тоже на нем Такие неформатные вещи для вполне себе форматных и классических мест Они могут оживить вот это пространство? Конечно Мы же говорим даже тихо, по привычке То есть, когда концерт, я думаю, что здесь будет другая совершенно атмосфера Оживить, безусловно, могут Краски за счет того, что Атмосфера, смена, контекст атмосферы Просто все меняется Идея оживить и трансформировать пространство книжной тишины Пришла к библиотекарям год назад Устав от пыльных фолиантов и тишина должна быть в библиотеке Они решили создать альтернативную площадку для артистов и музыкантов Первые же «Квартирники» стали резонансными Маркс как пиар-менеджер сработал хорошо И уже сами музыканты из Беларуси, России и Украины Пишут в Могилев и бронируют даты своих выступлений Библиотека, в первую очередь, это культурное пространство В котором, чем больше каких-то интересных событий происходит Тем оно больше развивается Больше выходит за рамки вот этой тишины, этих границ И позвать именно группы, причем именно рок-группу в библиотеку Это было желание привлечь в библиотеку неких альтернативных людей Которые вот этим движением таким могут придать больше жизни этому пространству И оказавшись в библиотеке, не спросить о любимом чтиве Тем более людей творческих было бы непростительно Берем на заметку Бегущий в лабиринте Кто автор? Кто-то из западных Не знаю Джеймс Дашнер, по-моему Из последнего прочтенного Очень запала в душу Бегущая с волками По моему мнению, недостаточно книг по психологию Вот А мне бы хотелось больше, чтобы было Поэтому, люди, читайте психологию Думаю, что же такого хорошего с розовым сказать Липскерва Дмитрия люблю Липскерва Классику, конечно, люблю Классику все любят Квартирник у Карла Маркса ждет в гости и готов к сотрудничеству Ведь городское пространство создают горожане Так что самое время подключаться Ну что ж, мы возвращаемся в студию У нас сегодня в гостях Елена Титова Участница финала национального отбора детского юраиди День 2016 Вот Елена уже намного чего рассказала О том, что 6 лет она занимается пением За 6 лет у нее Ну, я, если не ошибусь Ну да, более десятка Различных Премии, я вижу тут И наград Причем и республиканских, и международных Здорово, молодец Вот, Лен, мы сейчас смотрели сюжет про эксперименты Скажи, пожалуйста Ты, в принципе, со своим творчеством часто экспериментируешь? Ну, за 6-то лет Да, бывает А какие эксперименты у тебя уже были? Может быть, ты меняла стиль песенный? Может быть, стиль исполнения менялся? Пока именно на людях, как бы Этого я, ну, на людях этого не представляла То есть только перед зеркалом, да? Да, дома иногда сижу, там что-то пытаюсь Что-то новое попробовать для себя Как-то иногда даже доходит до оперы какой-то Я не знаю, ну, просто чисто как дополнительное увлечение Скажи, а вот есть какой-нибудь стиль, который ты вот точно петь не будешь? Вот ни за что? Хэви метал Не нравится он тебе? Нету такого Нету такого Вот так вот То есть вот попросишь спеть металлику, споет Уверена Нет, пройдет же Ну, а почему нет? Вот, кстати, кстати, если у тебя вот о кумирах мы узнали То есть я так понимаю, что песни кумиров ты точно слушаешь в свободное время Кроме кумиров, еще какие музыкальные исполнители вот в твоем кругозоре присутствуют, в которых ты слушаешь? Просто, чтобы расслабиться? Если просто, чтобы расслабиться, тогда это бывают даже и мои песни Вот так Хорошо Ну, вот, коль мы заговорили о твоих песнях в финале конкурса «Песня для Евровидения» 2016 Ты будешь исполнять трек не просто так Расскажи немножко о нем Это, как я уже сказала, песня будет о том, что все в жизни происходит Лирическая Это не просто так, да, она лирическая И... Кто написал? Написал я один из учеников Василия Георгиевича, моего преподавателя И... Наверное, все То есть, ну, я насколько понял, коллективно был такой вот труд, да? Да А вот, пожалуйста, акапельно можешь? Да Просим Иногда я чувствую смятенье Чувствую, что словно я не там Где найду свое предназначение Где вопрос, волнующий меня задам Браво Скажи, пожалуйста, ну, я не музыкант, но я понимаю, что достаточно сложно А почему именно этот трек? Дело в том, что он мне как-то понравился Тем более Когда Текст был уже написан Я как-то так вот почитала и думаю Все-таки вот хорошо получилось Вот так вот Вот, понимаешь, вот непосредственность вот этого вот она всегда подкупает Естественно Вот я теперь точно знаю рецепт своего хорошего настроения Ну, просто нужно почаще вот с такими позитивными людьми общаться У тебя есть рецепт настроения? Вот, чтобы сразу поднялось Кроме того, чтобы спеть По сути, мне кажется, что у хорошего настроения вообще рецепта нет Ну, просто всегда индивидуально Слушайте, я начинаю открывать сегодня день с разных ракурсов Это полезно иногда Хорошо Есть ли у тебя любимый герой? Любимый герой? Полиан Она очень добрая Она всегда веселая Она училась сама радоваться всему И учила других радоваться даже чему-то плохому Она всегда находила в этом что-то веселое Дальше продолжаем наш близок просто твой девиз Мой девиз? Всегда идти вперед, никогда не останавливаться на достигнутом Главное, по асфальтированной дороге идти Так Твой любимый герой? Литературно, кино, жизни Это вообще Бывают вообще разносторонние какие-то персонажи И какого-то определенного именно нету Хорошо Вот, как полиан Вот твой любимый белорусский исполнитель Какой бы ты вопрос ему задала? Мой любимый белорусский исполнитель Это, наверное, Наталья Подольская Как бы ты вопрос Наташи задала Как бы вопрос Надо подумать Вот вы встречаетесь на площадке, допустим, на Евровидении Ты подходишь и говоришь, Наташа Скажи, пожалуйста, и что? Даже не знаю У тебя будет время подумать Ну а я напомню, что финал республиканского конкурса Песня для детского юроидения 2016 Пройдет 26 августа Репетиции идут уже? Да Усильные репетиции Пока что занимаемся вокалом По номеру идей полно И будем пока что что-то выбирать Ну я так понимаю Сейчас ты нам ничего не расскажешь Потому что это пока покрыто тайной Хорошо Твои пожелания всем нашим телезрителям Себе лично Маме, которая сейчас возле студии стоит, волнуется Всем участникам финала То есть твоим коллегам Хотелось бы пожелать всем вообще здоровья Счастья во всем всегда И что касается участников Волнения вообще откидывать сразу И главное, пусть победительнейший Спасибо большое Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Елена Титова, участница в финале национального отбора детского юроидения 2016 Спасибо большое, что пришла к нам в гости Рассказала о своем творчестве И самое главное, это ты спела Мы желаем тебе победы И хорошего дня Кстати, сладкое любишь? Да Тогда отмечай сегодня день торта Спасибо большое Ну а мы приглашаем в нашу студию Митю, фабина